Один-два раз, ещё раз о малых голландцах. Термин преимущественно отечественного искусствоведения относится к золотому 17 веку в голландском искусстве и обозначает, прежде всего, малый размер картин и малый сюжет. Бытовой жанр. Северные провинции Нидерландов в то время обрели независимость от Испании. В стране утвердился протестантизм в форме кальвинизма, не поощряющий религиозную живопись. Заказчиками картин становятся бюргерство, зажиточные горожане. А города активно развиваются, там проживает 90% населения. Но страна плоская, местность болотистая. А сушение земель – дело непростое, земля дорогая. Поэтому стандартный городской дом в три, а то и в два окна – длинный и узкий, с окнами в торцах до перекрытия. Это дом в несколько этажей с крутыми лестницами и высокими потолками. Картины в таких интерьерах располагаются по боковым стенам, ну где место остается. Большая картина бессмысленна, нет отхода, а вот маленькая – в самый раз. Картина тематически отражает новую реальность, новое время обновленной страны, даже несколько натуралистическую действительность. В широкой чёрной раме, ну, некое окно, открывающее вид на пейзаж, уличную сценку или своего рода зеркало с отражением натюрморта. Заметьте, именно в зеркало, повешенное на уровне глаз, мы можем увидеть натюрморт вот с таких ракурсов. Ну, в зависимости от того, как сильно оно отклячено от стены, такой экспозиционный термин существует. Равно как и композиции пейзажей с низким горизонтом и большим небом. Они совпадают с мироощущением голландца через вот это характерное высокое окно. Картина стала модным элементом интерьера, обязательной частью стиля. В сырой и пасмурной Голландии стремились к активным контрастам. Тёмно-зелёные, бывает почти чёрные двери, ярко-красные ставни или занавеси, чёрно-белые шахматные полы, светлые стены или высокие тёмные дубовые панели, точёная деревянная мебель, мелкая расклетовка окон с витражными вставками. Вариант голландского барокко. Сложная, порой неоднозначная символика различных объектов в натюрмортах и жанровых сценах голландских картин, тем не менее, легко расшифровывалась публикой. Как ребус или кроссворд, создавая некий второй уровень восприятия, порождая увлекательную игру, поиски смыслов и скрытых значений. Картина могла нести в себе отсыл к священному писанию, к священным текстам или к некоему философскому осмыслению миропорядка, к идее Ванитас, например, «Суета-сует». В первом случае это был своеобразный ответ на отрицательное отношение церкви к традиционной религиозной живописи. В другом – такое непрямое напоминание о бренности бытия. Страна много воевала, пережила две волны пандемии чумы. Смерть была на улицах, так что момента море. Думай о смерти. Колоссальный спрос на картины привел к бурному развитию профессии. По официальным данным Гильдии Святого Луки в XVII веке в Голландии работало 3000 художников. Такая конкуренция приводила к профилированию регионов в целом и художников в частности. Кто-то специализировался на цветочных натюрмортах, кто-то на камерных портретах, кто-то на жанровых сценах в интерьере. Конечно, конкуренция стимулировала и повышение профессионального уровня. Ну, с точки зрения мастерства, техники и технологии, масляная живопись, масляная станковая живопись поднялась на такие высоты, которые для многих современных художников недостижимы. Малый размер картин требовал внимания к деталям, к иллюзиям, к материальности. Требовал ювелирной техники исполнения. В какой-то момент возникшие проблемы с поставками ярких пигментов из Италии породили некое импортозамещение. Голландцы вынуждены были использовать местные пигменты сдержанной гаммы, но это привело к тому, что они научились использовать их максимально сложно, добиваясь разного светоотражения в рамках многослойного метода, используя контрасты теплохолодности для усиления цвета и поворота формы. Так называемые монохромные завтраки – яркий пример вкусной, сложной, технологичной живописи минимальными средствами. В качестве основы под живопись при небольших размерах использовалась тонкая деревянная доска, иногда усиленная паркетажем, или холст, натянутый на глухой рабочий или уже на экспозиционный раздвижной подрамник. Холст или доска проклеивались животным клеем. Белая грунтовка на основе мелой и клея помогала художникам настроить так называемое внутреннее свечение живописи уже на этом начальном этапе. А еще голландцы могли использовать полупрозрачную светло-серую имприматуру поверх красно-коричневого грунта, перемежали теплые, холодные, плотные и прозрачные слои, применяли фактуру и сложные многоуровневые лессировки. За прошедшие 300 лет холсты и даже доски чувствуют себя вполне сносно, сами масляные краски стали более прозрачными, но часто это только добавило картинам живописных достоинств. Из-за массовости явления к картине не относились как к чему-то уникальному. Сюжеты повторялись, заимствовались, тиражировались с минимальными изменениями, старые переписывались и обновлялись. Но в каждом направлении были, безусловно, и мастера первого ряда, породившие подражателей, оставившие учеников и последователей, такие как Герард Терберг или Питер Де Хох в бытовом жанре, Ян Ван Гойн или Якоб Ван Рёйсдал в пейзаже, Питер Класс в Натюрморте или Филипп Свауверман в батальных сценах. Тем не менее, интерес современного зрителя к малым голландцам, к этим маленьким винтажным картинкам, сдержанным портретам, детализированным обманкам, изысканным натюрмортом, каким-то анекдотичным жанровым сценкам, он до сих пор достаточно высок. Поскольку, во многом, это логичное представление о картине для дома, но оно вполне современно и актуально. Продолжение следует...